Похоже, у Эрдогана есть еще и такие рычаги, как особые отношения с Азербайджаном, как явно наметившиеся новые отношения с Казахстаном, с другими странами Центральной Азии. Вы помните эти фотографии с самаркандского саммита, где даже просто по, знаете, body language, язык тела на фотографиях свидетельствовал о том, что главный там был Эрдоган, а Путин сидел, как говорится, на приставном стульчике. Да, согласен. Я говорил о более непосредственных вот текущих рычагах, когда можно перекрыть что-то Путину прямо сейчас. То, что вы говорите, это, конечно, очень важно. Это рост стратегического влияния Турции в регионах, которые Путин изначально считал своей вотчиной Центральной Азии, Каспии и так далее. Действительно, вот на фоне ослабления Путина роль Турции там очень сильно выросла. Я вот единственное, что хочу сказать. Я много вижу таких позитивных комментариев, типа вот молодец Эрдоган Путина нагнул. Я с этим категорически не согласен, потому что, на мой взгляд, действия Эрдогана, которые помогают Путину обходить санкции, они наносят Украине гораздо больше ущерба, чем Эрдоган приносит пользу, позволяя далее работать зерновые сделки. Поэтому нет-то, если вот так сравнить, в целом, мне кажется, Эрдоган сегодня Путину больше полезен, чем вреден. И это вот ключевая причина, он его не хочет терять как союзника. Это ключевая причина, почему Путин пошел на попятные по зерновой сделке, потому что вот Эрдоган для него сегодня очень-очень важный, скорее позитивный партнер. А вы обратили внимание, что сегодня достаточно жестко, ну, как может быть жесток в своих высказываниях китайский лидер, но вот Си, в общем-то, высказался, пожалуй, впервые с прямым осуждением политики Путина по отношению к Украине и военного вторжения туда. Видел. Я бы не сильно принимал это за чистую монету, потому что, надо сказать, что это произошло во время встречи с Си с Олафом Шольцем. И сегодня для Китая, когда он становится все более таким стратегическим противником для Запада, ему очень важно как-то поддерживать, сделать какую-то подачу вот в сторону тех, кого он считает какими-то своими, более или менее такими, если не союзниками, то, по крайней мере, людьми открытыми к диалогу с Пекином. Надо вспомнить, что прежде чем Шольц вот поехал и встретился с Си, на него было огромное давление со стороны политиков и гражданского общества и китайских диссидентов, чтобы он ни в коем случае вот с Си не встречался и руку ему не жал. Ну, Шольц все-таки это сделал. И я думаю, что у Си традиционно вот по восточным таким всем критериям он должен сделать какой-то встречный шаг. То есть я думаю, что Германия вот перед этой встречей, она прямо ставила вопрос перед Китаем, что мы ждем в какой-то форме от вас осуждения того, что Путин творит. Поэтому, мне кажется, что как всегда, то есть Си действительно сказал какие-то вещи, которые можно вот так интерпретировать, но он не зашел за такие красные флажки, то есть он не набрасывался на Путина, а просто дал понять, что да, вообще нам вот тоже все это как бы не нравится, но вот не нравится и не нравится. То есть все это интерпретируют по-своему. В Европе будет много тех, кто скажет, вот видите, Шольц добился от Си Цзиньпина чего-то там. А Путин тоже, он просто померяет эти высказывания, типа ну и что, следует за ними что-то вот серьезное или нет? Пока не следует. Хотя в целом я думаю, что Китай, конечно, смещается к позиции недовольства Путиным, но не может прям вот так вот сильно перейти красную черту, потому что Путин ему нужен как стратегический союзник в противостоянии Западу, поэтому они будут, вот Китай будет так осторожно балансировать, хотя еще раз повторю, ситуация смещается. Но с другой стороны я что-то не припомню каких-то крупных вещей, сделанных Китаем, сделанных режимом Си Цзиньпина, по части поддержки Путина. Вот вы же помните, Путин туда ездил явно, рассчитывая на то, чтобы и эмиссаров своих посылал, по-моему, и Шойгу, и Патрушев туда летали, и явно рассчитывали получать китайское оружие, китайские боеприпасы. По-моему, там и с самолетами у них не очень получилось, они рассчитывали, что китайские компании смогут обслуживать вот те самые самолеты, которые, по сути дела, украдены у собственников, самолеты, переданные в лизинг. Китай, по-моему, не собирается наращивать специально экспорт газа или нефти из России? Или я ошибаюсь? Да, смотрите, нет, вы не ошибаетесь, это все правильно. То есть, китайская помощь оказалась существенно меньше, и Китай реально нанес много вреда, в том числе ряд китайских компаний уходит с России, тот же Huawei, и очень многие китайские компании и банки отказываются от работы с российскими проектами, боясь вторичных санкций. Это все верно, то есть, помощь Китая была там, ну, примерно там, типа, на 90% меньше, чем Путин рассчитывал. Но, во-первых, какая-то помощь все-таки есть, например, еще раз, вот одно из главных последствий санкций, а то, что Россия резко потеряла импорт, импорт инвестиционного оборудования, технологической продукции, Китай вместе с Турцией помогает это дело восстанавливать. Китайский импорт в Россию вырос примерно на 10% после начала войны, и это в основном высокотехнологичная продукция, это примерно такой же объем, как Турция, то есть, это на полмиллиарда долларов в месяц, да. Это не ничего, это больше, чем ничего, это существенная история, то есть, Китай как-то помогает России, там, хоть с чем-то справиться и пройти эту ситуацию, это первое. И второе, здесь, конечно, вот то, что могло остановить вот это все, это такой ясный окрик из Пекина, типа, хватит, Вова, вот давай прекращай вот это все. Этого окрика не последовало, и никто не собирается пока его делать, несмотря на все пассы, которые Си Цзиньпин давал вот на встречу с Шольцем. Поэтому Путин фактически вот это стратегическое молчание Китая, он расценивает как то, что типа можно. То есть, Китай фактически дал ему карт-бланш вот заниматься тем, чем он занимается. Поэтому вы правы в чем, что Путин рассчитывал на гораздо большую помощь от Китая, это факт, и это проблема для него, то, что Китай вот не помогает в такой степени. Но с другой стороны, нельзя сказать, что Китай прям против него, он помогает чем-то и не делает ничего, чтобы это остановить, хотя мог бы. Вот, на мой взгляд, если говорить о стороне плохого мальчика, то вот две вещи, например, за которую Си Цзиньпина, конечно, стоит остро критиковать. Продолжение следует...